Всем привет, с вами как всегда Мимик и мы продолжаем проходить Black Myth в Wukong. В общем, за кадром я, как и обещал, я пофармил небольшое количество денег и скупил все нам доступные вещи у всех торговцев. Теперь мы 54 уровень, да небольшой конечно перекач будет, но по факту статы не меняются из-за уровня. Но, так же я нафармил крупил знаний, у нас вроде бы в прошлый раз было их 4 или 5 штук, поэтому остальное количество упало. Очень редко мне что-то падает их, поэтому думал конечно будет больше, но в целом так нормально. Поэтому как-то так, по уровню. На 50 уровне открываются 2 вот этих поинта, ускорение восстановления выносливости и усиление атаки, что более важно. За 2 очка их искор повышается на 1, увеличивается 6 стадий есть и каждый раз дается по 2 атаки. То есть мы получается, что потратили 12 уровней и прокачали 12 атаки. Поэтому у нас 72 атаки, а не 60 как в прошлый раз было. Так же до аппал я крит. И сюда вроде бы по одному поинту я гинул. И в целом, да. Как-то так. Давай потратим Крупица У него тут, кстати, на что-то должно еще продаваться Рецепт и Банки, ну Много атаки на долгое время тоже Полезно. Блин, я правда сейчас Эх, давай-ка, так Докачаем себе дальше защиту Спасибо Плюс 45 дефа Очень хорошо Ну, еще 8 крупиц нам надо будет Чтобы полностью деф качать Беру банки Переместимся теперь в первую главу К торговцу Потому что там я Купил тоже червя Ароматное вот это вот Дерево И сейчас мы улучшим дальше Баночки И так же он новую банку продает И так же он может быть Ты Хм Здорово В общем, новая банка Бутыль с нефритовым лотосом При использовании бутылки Все двойники поблизости восстанавливают Значительную часть здоровья Проблема в том, что мы не видим их Ни хп, не понимаем Насколько у них оно просажено Но да Также, да, я сказал, что вины червь И лоза Ну, понятное дело, что я купил И также грозовый рог Добавка на сопротивление к молниям По напиткам У нас также два напитка Давай улучшим Наш напиток А теперь мы Да, восстанавливаем больше Хп-шки Это всегда хорошо И также Теперь мы можем добавлять Две добавки Нашу секрета добавим Всегда хорошо И также смотрим Мы можем улучшить эту бутылку Если найдем еще одну лозу И в какой-то степени Это, конечно, неплохо Плюс одна банка будет Потому что тут нам надо будет Четыре лозы потратить А тут всего лишь Три Ну, наша первая бутылка Качается еще дальше А эта не качается Поэтому Качаем стандартно Да-да-да 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 И теперь Можно даже поменять Нашу первоначальную С предзаказа бутылку Потому что Пять Ну, полное восстановление Это, грубо говоря Шесть зарядов было А сейчас уже тут Семь у нас Поэтому Берем И ставим Окей Не нафармил я денег Единственное, что На улучшение посоха Но оно особо не нужно Потому что Че дальше На сегодня Мы найдем Рецепт Получше Да, блин Вот это Мы теперь можем делать Шесть атаки Добавят Крит Что довольно тоже Неплохо Двадцать один косарик Вот эта часть У нас будет Она будет лучше Ну, кроме уникального эффекта Понятное дело Но И минус один шанс Будет У нас Ну, зато На четыре По-моему Атаки будет больше Поэтому В целом Да Ну, хорошо Погнали Морозная тропа В третью главу Неохота делать Тоже Видосы По два часа Поэтому Будет Наверное Покороче Ну, чаще Выходить Выходить Хорошо Помню Что мы пришли Сюда К этому Чекпоинту Здесь Я в магазине Тоже Все выкупил Ну, в целом Самое важное Это крупица Понятное дело Ну, рецепты Это тоже Ресурсы Точнее Тоже Лишними Не бывает А, убивали мы До этого Тоже Два новых Врага Поэтому Давай Сразу Прочитаем Продих И пойдем Дальше Монах Поддержка Это первый Враг Который У нас Напал На челе Третьей Главы Сила Без дела Без места И целей Поднимая камни И задачи Не смели Глаза Так яркие Но в тумане Блуждают Пустой взгляд В лабиринте Себе пропадают В прошлом Ремесленники Сроившие Великий зал В Новом Западе Часто сталкивались Со странными Явлениями Из-за чего Многие из них Уходили Один Любопытный Ремесленник Решил обратиться За ответами К настоятелю Которого Считали Великим Монахом Настоятель Без колебания Привел его К Великой Пагоди Где показал Ему Хранителя Фонаря Ремесленники Были в ужасе Так как В детстве Слышали Рассказы Яогуаях Но никогда Их не видели В этот момент По Великой Пагоди Разнесся Чудесный Звук Ихренитель Фонаря И спустил Ослепительный Свет Из-за которого Ремесленники Потеряли зрение Они закричали В отчаянии Настоятель Улыбнулся И сказал Чтобы увидеть Истину Нужно быть готовым Пожертвовать Даже зрением Вы можете Остаться Здесь В этом храме И практиковать Путь К Высшему Блаженству Вместе Со мной Возможно У вас Будет шанс Превзойти Мирское И достичь Владений Буд Осознав Что они Теперь Слепы И не смогут Найти работу Ремесленники Решили Отказаться От мирской Жизни И присоединиться К храму Они спросили Настоятелей Как им Следует Практиковать И он Ответил Практикуйте То в чем Вы искусны Сначала Слепил Потом Сказал Выбирайте Окей Ремесленники Известные Своей великой силой Решили Достичь Просветления Через Боевое Искусство Несмотря На слепоту Они Тренировались Под руководством Монахов Надзирателей Они Привязали Большие камни К железным Цепям И прикрепляли Их К своим Запястьям Поднимая Их Ежедневно Это Также Удобно Готовило Камни Необходимую Для строительства Храма Настоятель Был Удоволен И назначил Их Монахами Поддержками Чтобы Значительно Сэкономило На затратах На рабочую силу Короче Да Использовал Чтобы Не таскали Камни И Березовая Летучая Мышь Прикольный Пашторет В руке Железное Копье В простой Одежде Сверенно Стояло Глубокий Лес Мир Белый Весь Идеально Охотничья Земля И Прид Ним В прошлом В деревне Чангуан Жил Мясник По имени Ван Оставший Сиротой В раннем Возрасте Его Мать Не могла Его Содержать Поэтому Отправила В ученики В ученики К местнику У подножья Горы Где он Отачивал Свои Навыки Однажды Богатая Семья В городе Праздновала День Рождения И Пригласила Ванна Забить Свиней И овец Довольный Его Работой Хозяин Наградил Его Свиной Ногой Ванна Решил Отнести Свиную Ногу Своей Матери Отправился В деревню Той же Ночью На полпути Он увидел Человек У дороги Держащего Охотничьи Копьё И одетого Старую Холчевую Рубашку Человек Окликнул Его Брат Я охотник Из деревни Из деревни Ловлю кроликов На этом Склоне Боюсь Призраков Ночью Можно Легнее Пойти С тобой Ванн Кивнул В знак Согласия И они Продолжили Путь Через Некое Время Охотник Завел Разговор Брат А ты Слышал В последнее Время На этой Горной Тропе Видели Ягу Ай Ванн Засмеялся А чего Бояться Ягу У меня На поясе Мяснирский Нож И на Плече Свиная Нога Если Встречу Его Ударю Его Свиной Ногой Зарежен Ржом Охотник Натянуто Улыбнулся Пройдя Еще Немного Охотник Сказал Брат Должно Быть Ты Очень Умелый Раз Не Боишься Ягу Ай Ванн Снова Засмеялся Я С детства Забиваю Животных Один Удар И попадаю В жизненно Важное Место Один Разруб И ломаю Кости И сухожилия Охотник Разраженный Сказал Как можно сравнить Ягуай с животными Ванн серьезно ответил В этом мире нет Ягуай Те, кто защищает справедливость героя А те, кто издеваются над невинами Просто мирские твари Охотник, не зная, что ответить Продолжил идти молча Когда деревня показалась на горизонте Охотник замешкался и сказал Раз ты не боишься Ягуай Почему бы тебе не обернуться и не посмотреть на меня Ванн уже подозревал, что охотник Ягуай Он махнулся ногой Сбив охотника с ног И поднял нож, чтобы ударить Ягуай, потеряв самообладание Быстро расправил крылья И взмыл В воздух Плюясь Сегодня мне попался крепкий орешек Не повезло, не повезло С этими словами он тут же сбежал А, говорят, что мягкие плоды Легче раздавить Поэтому лучше быть сильным Стой твердо И даже Ягуай будет тебе немного бояться Вот это правильно Ну, в целом, немножко Ванн прав был Что как бы нету Ягуай Ну, то есть он не разделяет там Какие-то расы и так далее Людей Ягуай Есть как бы просто Плохие существа, есть хорошие Ну, в целом, мы читали уже Про Ягуай, который превратился Когда в старика Ну, его убили А здесь, наоборот Вроде бы он прикинулся, этот Ягуай Но все равно он хотел убить Вана Да В общем, погнали Проходить локацию Да, снег Все прикольно Здесь нас встречает Ролик, в котором нападет у нас новый враг Обезьяна Этот момент мы тоже видели В разных домороликах Которые показывали Да, в общем Ожившая статуя, грубо говоря Враженные легкие Но есть разделение Кто с дубиной А кто нет И также после того, как мы его убиваем Он еще какое-то время махает палкой И падает Эти махания Нанесут нам урон Да, и он умер А здесь есть сразу Небольшая развилка Силовая атака Их просто шотает Если вы не качались, как я Как бы Перед тем, как идти То есть С 60 атакой То надо На два поинта Ну, на два кружка Заряжать Атаку Чтобы шотать Поднимаем деньги Тут у нас Цветочек По статуе Попозже Почитаем Тут у нас Единственный Даже не шотнул его И вон там Вот он будет Ну, идем дальше Тут мы деремся С вон там обезьяной И после ролика Сразу надо будет Уклониться Потому что будут атака идти Бой Немножко сложен Потому что Очень много урона А вождь обезьян Наносит И атаки Довольно противные Давайте Пацаны Ну, до конца Убивать ее не надо Потому что Когда у нее будет 75% ХП не хватать Она Исчезнет Все Засмеется и убежит После боя с ней У вас По-любому Потратиться Потратиться Ресурсы И Желательно Уйти Сразу Отхилиться Потому что Дальше будет Довольно противный Элитник А точки благодати Не будет Понятное дело Поэтому Возвращаемся Сразу Хоть Ну Идем дальше Поднимаемся На гору Скользко Наверное Тут небось Здесь у нас Нападает Бэтмен Здесь у нас Немножко Ну Скрытая Так скажем Тропа к сундуку Не очевидная Так скажем Которую легко Пропустить Ну Всего лишь Здесь есть Холодное железо Ну В целом Новый Ресурс Поэтому Можно Можно Заходим сюда Сразу У нас Будет Еще Один Папсан Это у нас Путь Дальше Тут у нас Развилка Новый Враг Вот они Очень Противные И так же Здесь Бэтмен У нас Нападет Его немножко Не видно Очень Очень много У него ХП А любят Они Поворачиваться К нам С спиной Видимо Крит сработал Что я его Шотнул Ну да Поднимаем Деньги Ну и тут У нас Тупик Если Почитать У него По-моему Давай Прочитаем Про Замороженный Труп Вот Якша Патрульная У них Вроде бы Один Тот же Текст Проблема С переводом Не бойся Да Странно Ну ладно Единственное Что вот это Оригинальное В горах Высоко Чудовище Путь Преграждает Сородленным Лицом И кривым Клинком В руках Когда Ветер Воет Души Словно Исчезают Для спасения Жизни Будь Быстр И избегай Врага Хорошо Ну и Замороженный Труп Правила Храма Гласят Новые Монахи Поступающие В храм Могут Получить Новую Рясу Однажды Мастер Неопустивший Радостно Приветствовал Нового Ученика И лично Повел его В кладовую За Рясой Молодой Ученик Обнаружил Что Ряса Была Сделана Из Одного Слоя Ткани Едва Подходящей Для Снежных Гор Он Спросил Учитель Эта Тонкая Ряса Кажется Подходящей Для Лета Могу Ли Я Обменять Ее На Шерстяную Неопустевший Стряхнул Свою Рясу И Сказал Та Что Я Ношу Такая Же Как Та Что У Тебе В руках Только Более Украшенная Сомневаясь Спросил Учитель Я Видел Много Старших Замерзших Насмерть У Дороги Неопустевший Добродушно Ответил Их Понимание Было Поверхностным А у Мы Неустойчивыми Но Ты Другой Я Вижу Что У Тебя Есть Потенциал Постичь Мудрость Буды Молодой Ученик Чувствовал Гордость И Радостно Последовал За своим Учителем С Рясой Вскоре У ворот Храма Появился Еще Один Замерзший Труп Когда Неопустевший Вел Своего Нового Ученика Мимо Него Молодой Ученик Спросил Учитель Все эти Старшие Замерзли Насмерть Неопустевший Продолжил Ити Медленно И Сказал Не бойся Мой Ученик Им Не хватало Благочести И мудрости Но Ты Другой Ну Да Только Зачем Ему Столько Трупов Ну Хотя В какой-то Степени Он не Солгал Потому Что Они Нападают На Нас Ну Да Это У нас Обычное А Здесь Слева Будет На Нас Нападать Один Из Этих Пацанов Поэтому Агрим Его И Отходим Обратно После Двух Ударов Его Убиваем Есть Еще Один Вот Этот Якша Патрульный И Также Вот Этот Чел Так Когда Он Поворачивается Спиной Сейчас Мы Его Убьем Можно Попробовать Шотнуть Этого Подружаться С ним Но Я Лучше Шотну Его Хороша Еще Это путь у нас дальше по сюжету, а там, как я и сказал, что будет противный элитник. Это тот же самый патрульный, только с духом мы сможем получить его дух. Проблема в том, что как только он агрится на нас, агрится толпа вот этих всех типков. Они не с дубинами, а с мечами, что более опасны и он, и они носят колоссальное количество урона. Но можно их немножко убивать. Когда он поворачивается... Блин, сейчас заметь атаку. Когда он поворачивается спиной, можно их поубивать, ну, большую часть времени. Либо, если получилось как у меня, его можно отагрить сюда. А на лестницу, и они банально не пойдут за нами. Он сам по себе противный. Далеко отагрился. Плохо. Не заметил. Отходим. Агар у него довольно большая, поэтому лучше подальше отходить. Блин, я... Видим, что даже с моим дефом они очень неплохо таки пробивают. Отойдем, подхиляясь. Блин. А ладно. Забираем его дух. Дух довольно посредственный, как и многие из них. Пассивка немного увеличивает шанс крита для мощной атаки в прыжке. И по навыку. Довольно долгий навык. Пять нает пацанов. Тут у нас слева сундук. И тут у нас растения, моб. Убиваем. Ну, бежим дальше. А, тут. Так, нельзя спрыгнуть. Локация вроде бы большая, но она довольно пустынная. Вон там одно растение будет. Там надо нам по сюжету пройти. Здесь у нас сундук с летучей мышью. Здесь можно пройти дальше. Тоже там денег получить немножко. Семьсот вроде бы чей. Валяются. Да, 720. По-моему, хоть лестница стоит, то нормально сюда залезть получится. Придется так вот удовлетворять пируэты. Ну, и все. Туда дальше нельзя пройти. Вера и воля сочетание удалое. Оподобен алмазу, незамутненный разум. Ну, и, ну. Стала быть, тебе очень нужна эта вещица. Раз ты пошел за ней в такой мороз. Я прочел твою судьбу еще до твоего прихода. Рассказать? Не действуй, затаи своих талантов, устрашивайся. Если ты ищешь смерть, я не стану тебе препятствовать. Я хранительного запада приветствую избранного. А теперь в путь. Да, он нас превратил в мини-бэтмена. Летит он сам на автомате. Мы можем вертеть камерой и смотреть на прекрасные виды. Башенка, горы, все это красиво выглядит. Не знаю, типа таких переходов мне нравится, что мы хотя бы понимаем, как мы тут очутились в какой-то новой части локации, а не то, что мы между главами просто телепортируемся. Непонятно как. Ну и почему-то нас превращают. Это тоже странно. Да ладно, там далеки он, гора. Офигенная. Видишь храм на озере? Там ты обретешь то, что ищешь. Властителей этих земель сейчас здесь нет. Забирай вещицу и уходи. Видимо далекий храм. И благодать. Здесь локация немножко тоже большая для исследования, но важных предметов не так много. И что, ну, вроде хорошо и плохо, а то, что есть один предмет, который мы сможем получить, если после того, как мы снова сюда придем. Поэтому сразу идем к боссам. А потом исследуем эту часть. Вон там у нас первая точка медитации, сундук. Там у нас дерево с грушами. И вон там вот вдалеке у нас добавка. Босс довольно всратый и поможет в сопротивлении грому в виде добавок или дополнительно вот эти бутылки можно хавать. Босс, бывает, тоже багуется. Если мы умерли, он на нас не нападает. Было у меня такое. Надо перейти в какую-нибудь, ну, в любую главу, а потом снова сюда телепортироваться. Изумеетельно. Он помнит твой запах. При жизни эта обезьяна только умела, что стянать и молить о помощи. И даже после смерти она привела вас в цвет юности прямо ко мне. Не знаю, влезете ли вы все в мешок. Кондиньрун. Слушай мой приказ. Да верю, из чего сделана эта обезьяна. Прочи, нас немножко обманули. Достойно ли она быть в числе моих учеников? Ну и дракон. Босс малость всратый, потому что он постоянно перемещается. Бить мы его можем в редких случаях. Если используем нашу вот эту вот обилку, дракон падает. Что прикольно. Ну вот, то попадаем, то не попадаем. Так же он может делать дыхание. Вот, например, он дышит. Надо бежать именно в эту точку. Так же будут использовать вот эти вот молнии, от которых надо уворачиваться. По-моему, просто быстро бегать не получится. Чел я тот. Вот, не попал. Да, блин. После ветра мы очень медленно встаем. Ага. Остановись. Останавливайся. Блин, я хилялся, чел. Падаешь, падаешь. Ай, бьет. Ай, бьет. Ты сделал свой выбор. На сей раз тебе не выбраться. Почему-то мы резко ослабли. И нас она. Оглушает. Ну, вырубает, точнее сказать. Почему она, например, нас не убила, отправила сюда тоже непонятно. Но мы попадаем в новую локацию. Очень противная локация. Мир пагат. Много. Многие люди ее не любят. Ее в том числе. Получили материалы. Так, то что тут у нас. Божество или Ягуай? Спокойно можем выбраться. А теперь после дракона, как я и говорил, мы можем сделать посекандинь. Видим, что атаки чуть побольше, но шансы критая чуть поменьше. Ну, в целом, этот посек мне нравится больше и лучше, чем Крисина Мудрец, поэтому на него купим деньги. Дорог. И это был цель Ягуаев. На полпути к западу долгий путь. Возвращение на родину, где мечты живут. Укрепляет и ослабляет могучий мешок. Принципы рушатся, сбившись с пути дорог. Кандзинь Лун, одно из 28 созвездий, является вторым созвездием Луна Востока. С острым рогом на лбу, она однажды пробила золотые тарелки, чтобы спасти великого мудреца. С тех пор офицеры созвездий придерживались принципа оставаться острыми, что заставило многих бессмертных поверить, что на них сознание оказало влияние нечто странное. Однажды во время переклички куполи созвездий Властитель, плеяд, отсутствовал. Несмотря на тщательные расспросы, никто не знал, где он находится. В то же время Желтобровый вернулся на Новый Запад, чтобы провести кранициозную церемонию, пригласив различных ягуа и богов бессмертных и буд. Услышав эту новость, Кандзинь Лун попросила разрешения у небесных чаштогов и отправилась на церемонию, намереваясь тайно расследовать исчезновение Властителя Леоплеяд. Однако, как и Властитель Плеяд, Кандзинь Лун также исчезла без следа. Офицеры созвездий начали строить догадки и сравнивать факты, осознав, что и Властитель Плеяд, и Кандзинь Лун однажды оказали Великому Мудрецу большую услугу. Они заподозрили связь с Великим Мудрецом. Вспоминая свои прошлые взаимодействия с Великим Мудрецом, они начали испытывать страх. Куйму Волк усмехнулся. Хотя, тот обезьяна испортил мои планы, я всё равно уважаю его. Но, увы, кто всегда хвастался своей дружбой с этой обезьяной, почему теперь молчите? Если, а то есть непонятно. То есть, соратников Соню Куна вылавливали, в общем. Ладно. Да, локация противная. Знакомый запах обезьяны шерсти. Вон, в далеке. Стой, чужак! Путники находят здесь свою смерть. Я предупреждаю тебя. Из клетки, которые такими трудами построил желтобровый, не так-то просто выбраться. Я просто выбрался. Некоторые пытались, и иной сошли в ней с ума. Иной погибли. Добро пожаловать во владение, Бут. Разом растворяются здесь потоки песнопений. Так будет и с твоими мыслями. Зачем сопротивляться? Отринь свои чувства и жди смерти, как я. Уходи прямо сейчас, не отмахивайся от моих слов. Тебя не выразумит. Ты такой же, как он. Ну и все, по сути. Тут у нас будет Бэтмен. Противно, он сразу бьет. Поэтому нужно быть аккуратным. Подбираем грибочек. И поглощаем. Денег. А дальше будет противная фишка. Это локация. Появляются вот такие вот хрени. И они всех противников. Блин. Убиваем. Видим, что у нас кончается максимум хп. Нужно быть аккуратным. Ну, в общем, все противники теперь с красными глазами. Блин, поэтому... Отошли мы. Не отошли куда-то. То есть, неважно. Кто еще? В общем, да. Очень противная лока. Запоминаем эти двери. Все. Прошло. Что потом мы сюда вернемся. Ну, а с этой локацией мы будем уже в следующий раз. Знакомиться. Сейчас мы пойдем обратно. Так же, да. Показывает, что мы можем сделать новое оружие. Вроде бы и заперли нас, но... Перейти на другие локации обратно мы можем. Ну, что в целом хорошо. Зеркальное озеро. В общем, как я и сказал. Здесь есть тоже разные цветочки. Какие-то из цветков. У нас будут в виде монстров. Ну, ничего сильно полезного они, конечно, не дадут. Их показывать я сильно не буду намеренно. Потому что локация довольно большая. Самое важное. Это нас. Вот это вот дерево. Небесная груша. Какая-то груша, блин. Просто тупики. Можно походить свободно по вот этому вот озеру. Оно огромное. Но тут только один предмет. Который можно найти именно вот в правой части. Обойти можно. Посмотреть снова уже на виды и так далее. Но ничего это нам не даст. Все вот эти вот островки и пути. Они как невидимая стена у нас. Поэтому туда залезть тоже, к сожалению, нельзя. Черепашка. Подбираем ус отчаявшего луна. После использования бутылки ненадолго увеличивает длительность действия. Следующее заклинание обездвиживания. Прикольно, но в целом не всегда мы ее можем использовать. То есть просто может с фулл хп ее использовать, чтобы получить этот эффект. Но он не настолько важен, как обычная хилка. Но при желании можно использовать, понятное дело. Бежать обратно далеко. Поэтому отправимся в левую часть. Тоже область довольно большая. И тоже на ней всякие вот эти вот там растения. Но из важных находится вот. Точка медитации и сундук. Точек медитации в этой главе 5 штук. Удочка есть. Рыбку половить. Лежит на рабочий стол. Картинку сохранить можно было, когда он сидит прям вообще. Офигенная. Здесь довольно много вот этих вот статуй. Просто так мы не успеем забрать сундук. Потому что скажут рядом враги. Рыбку половить. 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 Даже сколько нужно Агрессы иметь, чтобы Каждому вот этому вот Пацанчику было отдавать Последний Крупится, зданий Ну и плюс Еще листья из холодного железа Что супер Все, больше на Этой локи Принципиально важного нет Давай Обратно пробежимся Снова же Кроме листочков Обычный И где-то здесь должен быть листочек Монстр Но снова же дают они Все те же ресурсы Поэтому У нас с ними проблем нет Обычный Обычный Ну в общем Пофиг Или вот этот Фиг с ним В общем Ну и давайте на этом заканчивать Потому что у нас уже К часу Да Время идет Прочитаем Про вот этих вот Сущностей В виде гномика В следующий раз Когда мы там будем Бегать И всю эту локацию Проходить Ну А надрил Что тут скажешь А пока В целом На этом все Надеюсь вам понравилось это видео Увидимся в новых видео И пока-пока